Подключение населенных пунктов Хромтаусского района стало возможным благодаря завершению строительства межпоселковых газопроводов общей протяженностью 78 километров в рамках госпрограммы развития регионов, отметили сотрудники областного акимата. Стоимость проекта 750 миллионов тенге. Всего газом в поселках Тасоткель и Акбулак будет обеспечено 108 домов и 6 социальных объектов. После церемонии пуска газопровода Акимобласти побывал и в домах жителей сел, которые продемонстрировали работу нового газового оборудования. Одной из счастливых получателей голубого топлива стала жительница села Тасоткель, учительница истории в местной школе Светлана Сагирова. Раньше, когда газа не было, мы по 3 тонны угля за зиму тратили. Теперь с появлением газа расходы на домашний быт и отопление значительно снизились. Мы все очень рады. Спасибо за это Акиму нашего района, а также Акимобласти. В целом, в ходе поездки по Хромтаусскому району Акимобласти отметил динамичный рост инфраструктуры данного региона. Один из характерных моментов, если вы обратили внимание, когда мы в поселке Тасоткель открывали газопровод и принимали участие в этом мероприятии, там в докладе прозвучало, что на сегодняшний момент остался один только крупный населенный пункт, который не обеспечен газом. В целом, 99% населения обеспечены природным газом. Это тоже показатель той работы и тех достижений, которые имеются в районе. При этом достаточно сбалансированное сельское хозяйство представлено, ну и динамично развивается малый и средний бизнес. Также Акимобласти в рамках поездки побывали в селе Арал-Тугай Айтикибийского района, где также появился газопровод. Протяженность составила 23 километра, а строительные затраты – 299 миллионов тенге. Голубое топливо здесь придет в 230 жилых домов и 4 социальных объекта. В преддверии 30-летия независимости Казахстана был запланирован 18 газом, 18 населенных пунктов. На сегодня уже обеспечены 10 населенных пунктов. В том числе сегодня открыли газопровод Храмтовского района, поселка Тасуткель, Ахплак, а также Айтикибийский район, Арал-Тугай. До конца текущего года еще планируем открыть 8 газопровод сетей. На эти работы из бюджета выделены 7,6 миллиард тенге. Подводя итог рабочей поездки, он до сыну Розалин заверил жителей региона, что работа по развитию сельских территорий и созданию благоприятных условий в селах будет продолжена. Влад Рогушев, Владимир Беляков, Сергей Калашников. Программа «Факт».